Шамхалова и Минари Шамхаловны. И доклад на тему исследований Деклер и Дерайв «Возможности ранней профилактики хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа». Пожалуйста, Минара Шамхаловна. Спасибо. Глубоко уважаемый Михаил Борисович, глубоко уважаемые коллеги. Мы помним, что мы лечим больных, и наша задача – это прежде всего профилактика развития прогрессирования осложнений и обеспечения нашему пациенту хорошего качества жизни. Что у нас с диабетическим поражением почек? Пока у нас ситуация остается не очень оптимистичной, поскольку вы все знаете тенденции по развитию осложнений. И вот именно касаясь терминальной почечной недостаточности, вы видите, пока ситуация остается стагнирующей. Но в такой стране, в США, где есть прекрасный регистр хронической болезни почек, он называется «Объединенная система данных о донорских почках США», где отслеживается судьба всех пациентов, независимо от нозологии. Более того, они интересуются ситуацией в других странах. Вы видите, есть некоторый положительный тренд в уменьшении общего числа больных хронической болезнью почек. Но при этом тенденция для больных к диабетам, она остается все-таки прогрессирующей. Близкая ситуация и в нашей стране. Но будем говорить, что во всем мире это каждый третий пациент с диабетом первого типа и второго типа. И здесь тоже мы видим нарастающее число больных с хронической болезнью почек при первом типе и при втором типе. Только можно говорить о том, что успехи в лечении за последние 20-25 лет больных к диабетам, они помогли нам, так скажем, несколько отсрочить ради терминальной почки недостаточности, но не уменьшили риск ее развития. Только все это происходит в соответствии с возрастом пациентов и длительностью заболевания. Международный консорциум Кайдиго еще в 2012 году уже, так скажем, четко нам определил те риски, которые преследуют больных с почечной патологией. Это комбинированный риск не только развития терминальной почки недостаточности, но и риск сердечно-сосудистых событий. Вы видите, какой он высокий у пациентов, имеющих скорость клубочковой фильтрации меньше 60. Мы сегодня очень много об этом говорим. Это действительно та ситуация, когда уже безвозвратно погибло половина функционирующих нефронов. И когда у них имеется альбоминурия уровня А3, то, что мы раньше называли макроальбоминурией или протеинурией. Мы говорим, что хроническая болезнь почек – это независимый фактор риска сердечно-сосудистой патологии. Да, действительно, это так. В эпоху развитых технологий заместительной почечной терапии наши пациенты чаще погибают от сердечно-сосудистых катастроф, чем доживают до терминальной почки недостаточности. Вот в этом небольшом исследовании 9000 пациентов со скоростью клубочковой фильтрации менее 60, возраст 65+, их наблюдали 9 лет, и вы видите, в 6 раз чаще они погибали от этих катастроф, чем доживали до терминальной почки недостаточности. Очень значимые для и диабетологов, и нефрологов исследования – Ринал, АДНТ, Альдитют, когда обслеживалась в больших нормализированных клинических исследованиях судьба пациентов и с начальной почечной патологией, и с ее предтерминальной стадией, вы видите, во всех случаях мы видим такую же ситуацию, что у пациентов чаще развивала сердечная недостаточность, и они чем погибали от сердечно-сосудистых катастроф. То есть подтверждение той пламенной речи, которую произнесла Жанна Давидовна, что действительно для больных диабетов это очень значимая ситуация и очень значимая патология. Я вернусь опять к шведскому регистру, это очень хороший образцовый регистр, вы видите, немножко отвлеку вас от больных диабетом второго типа, привлеку внимание диабетом первого типа, как бы мы про него говорим не так много в наших аудиториях, но тем не менее, вы видите, даже у этих достаточно молодых пациентов риск развития общей смертности, кардиоваскулярной смертности при достижении терминальной стадии почечной сочности повышается в 30 и даже в 40 раз. Ну тогда чему нам удивляться, что такая же ситуация при втором типе, опять-таки шведский регистр. Но обратите внимание, очень такая даже настораживающая статистика, что наиболее высокий риск общей кардиоваскулярной смертности у лиц в возрасте моложе 55 лет. Но надо сопоставить, наверное, с нашим отечественным регистром. Действительно, это заслужит особого обсуждения и особого внимания. Надо сказать, что в последнее время нарастает популяция, так называемая популяция с очень высоким кардиоваскулярным риском смертности. Это та популяция, когда мы имеем снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60, я говорю уже, так скажем, пациент, она переходит в стадию движения в сторону терминальной почечной недостаточности, но при стабильной норме альбоминурии. Это так называемый новый фенотип хронической болезни почек. Он обязан своим появлением нарастающей популяции пациентов, которые получают продвинутые терапевтические технологии в контроле кликированного гемоглобина, в контроле артериального давления липидов. И, наверное, популяция будет нарастать и требует также нашего особого внимания. Мы сегодня много говорим о взаимоотношении сердечно-сосудистых патологий и заболеваний почек. Действительно, эта взаимосвязь базируется прежде всего на общих популяционных факторах риска. Но по мере прогрессирования почечной дисфункции, вы видите, как много прибавляется к этим традиционным факторам, так называемые неклассические нетрадиционные факторы. Это анемия, это гиперпаратериоз, это дефицит витамина D, это гипоальбоминемия, это альбоминория нарастающая, снижение скорости клубочков филитрации, уремические токсины. То есть очень много через запятую можно перечислять в этом списке. Но и в итоге мы имеем сердечно-сосудистую патологию, с одной стороны уникальную, а с другой стороны многоплановую. Именно это особенность развития ее на фоне прогрессирующей почечной патологии. В ряду этих обозначенных факторов риска в последнее время очень влиятельными оказались на функционирование кардиоринальной оси. Два следующих фактора. Это прежде всего натриеводородный транспортер, это такое семейство мембраноплазменных и эндоплазменных протеинов. Среди них число превышает 9, наиболее изучены 1 и 3. Вы видите их влияние, обозначены факторы их активизирующие и те негативные эффекты, которые они имеют. Натриеводородный транспортер первого типа широко представлен в организме, ответственен за стабильность внутриклеточной среды и за стабильность объема. А вот натриеводородный транспортер третьего типа, это в основном проксимальные канальцы и ответственен за реабсорбцию натрия воды. Более того, определены не только факторы, активизирующие эту систему, но и факторы, которые могут влиять на нее и позитивно, и негативно. И вы видите, в их ряду значимыми являются те препараты, о которых мы сегодня очень много говорим. Это агонисты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы НСИДЖЛТ-2. Второй фактор, который в последнее время также стал входить в этот список факторов, активизирующих кардиоринальную ось, это гиперфильтрация. Она преследует пациентов с почной патологией в течение всей его жизни. Если на начальных стадиях мы говорим о гиперфильтрации именно на уровне одной общей взятой почки, когда мы видим скорость клубочковой фильтрации выше 125-135, то по мере потери функционирующих нефронов вот этот механизм не уходит, он перемещается на уровень отдельно взятого нефрона, поскольку такой самоубийственный процесс поддержания почной функции, он ведет к неменуемой потере остальных функционирующих нефронов. Как оказалось в большом исследовании, что гиперфильтрация также опасна для наших пациентов в плане развития кардиоваскулярных событий, как и гипофильтрация, поскольку она ассоциируется с нарушением циркадного ритма, с эндотериальной дисфункцией, с повышенной жесткостью сосудов. Ну и надо сказать, что препараты группы ингибиторов CGLT2 переживают сейчас бурный период становления как препаратов, имеющие наибольшее влияние на функционирование и поддержание, функционирование кардиоринальной нефрокардиопротекции и контроля тех факторов, которые активно влияют на функционирование нефрокардиальной оси. Но если мы говорим о самом главном факторе, о котором говорила, лежащее инициирующее развитие диабетического, в данном случае, нефропатии, в основе многих нефрологических заболеваний, это гиперфильтрация. Мы знаем, что блокада CGLT2 препаратами приводит к тому, что мы восстанавливаем канальцево-клубочковую обратную связь, мы восстанавливаем функцию макула-денза, которая приводит в тонус приносящую артериулу, и мы видим, что идет снижение кланерулярного давления и некоторое снижение общей скорости клубочковой фильтрации. Это очень важный механизм в действии этих препаратов. И нам надо обязательно в этой связи сказать о комплементарном механизме работы этих препаратов и препаратов, блокирующие рениновую систему. Это основа нефропротекции для наших пациентов. Очень важно, если мы говорим о диуретическом эффекте этих препаратов, особенность этого диуретического эффекта, вот такой красочный слайд, обычно их показывают кардиологи, но я тоже себе позволила его показать, в чем же особенность диуретического эффекта ингибиторов CGLT2. Дело в том, что они в основном влияют на интерсициальный отек, и вы видите, что при этом мы можем миновать тех неприятных эффектов, которые появляются при применении петлевых диуретиков. Это, прежде всего, снижение трисосудистого объема, симпатическая активация, проявляющаяся гипотензии, тахикардии. Как раз эти побочные эффекты в плане диуретического эффекта лишены, и мы, конечно, говорим об их преимуществе при лечении в данном случае застойной сердечной недостаточности. Более того, этот эффект не сопровождается повышением уровня мочевой кислоты, наоборот, ее снижением, что характерно для других диуретиков. К сожалению, этот метаанализ показал преимущество для всех препаратов, но работает это преимущество в основном для пациентов со скоростью клубочковой фильтрации, превышающей 60. Более того, осматические диуретические потери, мягкие натрию, респодавление рениновой системы, локальные особенно, конечно, эти эффекты лежат в основе и гипотензивного, умеренного, но гипотензивного эффекта этих препаратов, что очень важно для пациентов с нефропатией. Ну, может быть, несколько спекулятивная, но, тем не менее, заслуживающая внимания гипотеза о том, что мы имеем повышение уровня гематокрита, и это не только и не столько эффект гемоконцентрации, а эффект восстановления функции перитубулярных фибробластов, которые у нас происходят из нервного гребня и которые являются основными продуцентами эритропоэтина. Так вот, когда мы разгружаем проксимальные канальцы и, так скажем, нивелируем тубонатрициальную гипоксию, у нас восстанавливается функция этих фибробластов и, возможно, повышенная продукция эритропоэтина. Мы знаем, анемия – один из важнейших факторов проявления и прогрессирования хронической болезни почек. Ну, на основе всех этих имеющихся данных мы говорим, что мы действительно можем говорить о нейропротективных эффектах препаратов группы ингибиторов CGLT2. Это было убедительно показано в исследованиях Аэмпаре Гаутка и Канвас, и поэтому мы очень трепетно ждали результатов Деклея. Но прежде чем ждать этих результатов, мы уже имели рекомендации по применению этих препаратов у больных с доминирующей клинической проблемой, в частности, хронической болезнью почки. Вы видите, рекомендация начинается именно с рекомендации применения этих препаратов, заказанного снижения, так сказать, влиянием на почечную функцию. Ну, конечно, ограничительным фактором применения этих препаратов остается скорость клубочковой фильтрации, поэтому действительно пока позиции твердые, 45 для Эмпа и Кана и 60 для Дапа-клифлозина. Ну вот мы говорим, дождались результаты исследования Деклея. И здесь я, так сказать, с особым удовольствием показываю, что помимо тех первичных конечных точек, о которых сегодня много говорили, действительно с самого начала была задана вторичная точка, ренальная точка, которая оценилась как подтвержденная более чем на 40% снижение скорости клубочковой фильтрации до менее 60 мл в минуту, или развитие терминальной почечной недостаточности, или, так скажем, ренальная или кардиоваскулярная смерть. Это очень важно, что и ренальная, и кардиоваскулярная смерть, поэтому, поскольку не во всех исследованиях такая точка была совмещена. Еще очень важно отмечить, что в этом исследовании впервые была применена такая прогрессивная расчетная модель для определения скорости клубочковой фильтрации ПА. Если раньше мы говорили, что это МДРД, то формула, которая значимо занижает показатели, реальные показатели скорости клубочковой фильтрации. Мы видим, что популяция этих пациентов, конечно, она более, так сказать, сохранна и в плане почечной функции, сердечно-сосудистых заболеваний. То есть большое представительство пациентов, имеющих только факторы риска сердечно-сосудистых патологий, и пациентов, имеющих, так скажем, сохранную функцию почек, то есть пациенты с нормальной расчетной скоростью клубочковой фильтрации, больше, чем в двух предыдущих исследованиях. Ну и конечная точка, уже озвученная, показанная Галикой Брадиковичем, тем не менее, я еще раз с удовольствием ее повторю, это действительно значимое преимущество у пациентов, получавших препарат по сравнению с плацебо, по достижению комбинированной, причем такой достаточно жесткой конечной точки, классической нефрологической конечной точки. И вы видите, эта цифра достаточно убедительна, и мы, располагая вот этими данными, говорим о том, что мы имеем дело уже с препаратом явной нефропротективной направленности. Обратите внимание, что эти эффекты, нефропротективный эффект дапоглифлозина, они, в общем-то, не очень-то зависели от базовой скорости клубочковой фильтрации, но наилучшим образом, наиболее яркое это преимущество проявлялось для пациентов, так скажем, сохранной почечной функции скорости клубочковой фильтрации от 60 до 90. Эти же эффекты не зависели, в общем-то, от базовых сердечно-сосудистых характеристик, то есть имелось ли установленные сердечно-сосудистые заболевания, или только были множественные факторы риска их развития. Ну и когда, так сказать, пытались оценить по совокупности госпитализации по поводу сердечно-сосудистой смерти, зависит от почечной функции, здесь тоже в наиболее положении оказались пациенты со скоростью клубочковой фильтрации от 60 до 90, то, что мы расцениваем как сохранная или нормальная почечная функция. Ну, теперь говоря о том, что мы имеем эти три исследования, которые все трое подтвердили, так скажем, преимущественно по почечным конечным точкам, несмотря на то, что были некоторые вариации в их определении, тем не менее, все они кружились около таких жестких нефрологических конечных точек, мы можем говорить, что действительно, с уверенностью можем говорить, по крайней мере, в отношении нефрологических исходов, что это класс эффект препаратов. Ну, вот здесь это очень четко показано, вы видите, что гетерогенные в общем популяции в какой-то мере, да, и тем не менее, несмотря на то, что было большое представительство пациентов с сохранной почечной функцией, то же самое мы говорим для них, это препараты, которые могли бы дать очень хороший прогноз. То есть можно где-то что-то так нащупать в плане того, что мы уже близки к первичной профилактике почечной патологии, которую, в общем-то, безуспешно пытались проводить, применяя препараты, блокирующие рениновую систему для больных, диабетической нефропатии. Но, может быть, вот здесь мы откроем новые горизонты для наших пациентов. Более того, было проведено два дополнительных, оно ведется еще два дополнительных исследования ДКЛЕ, которые, в общем-то, приумножат эти знания в плане возможности нефропротекции для наших препаратов, для наших пациентов. Особенно важное исследование, да, по всяке идее, вы видите, что здесь это первичная конечная точка по почечным исходам. И самое главное, что это исследование проводилось у пациентов, независимо от их гликемического статуса. То есть представительство пациентов с почечной патологией, и другой этиологией тоже было представлено в этом исследовании. Ну, мы знаем, говоря о нарастающей популяции пациентов с хронической болезнью почек стадии 3 и выше, большой интерес представляет еще исследование ДРФ, которое может быть гораздо скромнее, конечно, чем все предыдущие. Это классическая, так сказать, модель 24-недельного исследования с войной слепой, плацебо контролируемым, рандомизированным и так далее. Но в чем особенность этого исследования, что здесь с самого начала были взяты те пациенты, которым мы, в общем-то, в обычной клинической практике эти препараты не назначаем, то есть они имели скорость клубочковой филидрации в рамках хронической болезни почек стадии 3. И вы видите, что была оценена первичная точка, это, так сказать, эффективность контроля гликемии, то есть вот это то, что мы почти уже забываем о том, что действительно это сахароснижающие препараты, и первая задача их контролировать гликемию. Ну, а в качестве вторичных точек была проведена оценка изменения исходного уровня массы тела, глюкоза, пазма, тощак, артериального давления. В плане контроля гликемии вы видите, что, да, преимущество пациентов, получавших препарат дополнительно к исходной терапии, было получено, может быть, не такое значимое, не такое большое различие, но, тем не менее, эти различия имели место, и то есть мы имели возможность еще и улучшить контроль гликемии у наших пациентов на этой стадии, что является очень ответственной и очень сложной задачей. Более того, мы получили хорошую, так сказать, динамику массы тела у пациентов, получавших препарат по сравнению с плацебо, значимые различия 24-й недели. Так же, как мы получили и значимые различия по контролю артериального давления, по снижению, вот, скажем, этих небольших миллиметров, но тоже, опять-таки, очень важных для жизни наших пациентов к 24-й неделе. Соотношение альбомин-креотинин, альбомин, так сказать, тоже очень важная точка, мы тоже в последнее время меньше, меньше я отводим внимание по сравнению с скоростью клубочковой федерации, я уже объяснила о том, что действительно вот те подвижки, которые мы имеем в лечении наших пациентов, привели к тому, что альбоминория реже диагностируется у наших пациентов. Тем не менее, вы видите, эффект здесь налицо, и, конечно, это прежде всего эффект на антриклубочковую гемодинамику, о которой я говорила. Но в дополнение к этому исследованию я хотел бы привести данные по метанализу 11-й, исследование третьей фазы по применению дакпоглифлазина, вы видите, здесь оценивались, так скажем, динамика соотношения альбомин-креотинин при различной скорости клубочковой фильтрации, вот, независимо от скорости клубочковой фильтрации, также был получен хороший эффект по снижению альбоминории. Ну, подводя итоги до, так сказать, того, что я хотела озвучить перспективы дальнейшие, да, мы видим, что действительно исследования ДАПа Деклеа, а также примыкающие небольшие исследования нам подтверждают хороший нефропродуктивный эффект наших препаратов, и более того, мы говорим о том, что эти препараты у нас теперь могут иметь такую ярко окрашенную профилактическую направленность по снижению риска развития почной патологии. Какие перспективы? Перспективы, конечно, очень заманчивые, это вот программа ДАПа-Мэч нам предлагает перспективную оценку влияния ДАПа-Глифлазина на почные исходы уже с учетом натериоретического эффекта, с учетом ренопродуктивных эффектов у недиабетиков, то есть независимо от гликемического статуса, влияния на альбоминорию. Это, в общем-то, я хотела бы сказать, что это очень хорошо укладывается в общий тренд, когда эффективность сахароснижающего препарата и его безопасность, так скажем, оценивается не только по большим кардиоваскулярным нежелательным событиям, так называемой МЭСИ, но и в Фериде у нас ждут большие исследования, когда будут оцениваться эффекты сахароснижающих препаратов и на большие нежелательные ренальные события по, так скажем, предлагаемому термину МАРЭ. Я думаю, в этом залог успеха лечения наших пациентов и обеспечения тех задач, которые были поставлены. Профилактика развития прогрессирования осложнений и обеспечения хорошего качества жизни. Благодарю за внимание. Огромное спасибо, Минара Шамхаловна. Пожалуйста, вопросы. У нас есть буквально две минуты на один-два коротких... Да, пожалуйста, Алексей Владимирович. Отнимаю много времени, но хотелось бы два, наверное, вопроса задать. Один более такой, наверное, классический и научный, а второй практический. И начну с практического вопроса. Жан Давидовна много говорит о ХСН, и действительно, ХСН по статистике будет нарастать у наших больных. Одним из компонентов лечения ХСН являются диуретики. Как в ситуации с дапоглифлозином и особенно петлевыми диуретиками нам быть, с учетом того, что сегодня это взаимоисключающие по инструкции вещи? Или все-таки мы понимаем по инструкции, мы не имеем права их назначать при назначении дапоглифлозина? Или все-таки это вещи, которые потихонечку уходят, и нам, как экспертному сообществу, все-таки есть смысл какие-то документы по этому поводу подготовить? Если мы говорим о сердечно-недостаточности пациента с хронической болезнью почек, вы имеете в виду, то здесь, конечно, стандарты лечения хронической сердечно-недостаточности обязательно входят в блокады рениновой системы и мочегонная терапия. Мы уйти от этих рекомендаций не можем. Вы имеете в виду, добавляя к этим препаратам... Это код-разпортеров. Код-разпортеров. ХСН. Я думаю, да. Вот те преимущества, о которых я говорила, что возможность различия по сравнению с петлевыми диуретиками, конечно, здесь может быть действительно, опять-таки, корпоративный эффект, и, может быть, на этом фоне нам удастся и снизить дозу петлевых диуретиков, что не всегда, в общем-то, желательно большие дозы для наших пациентов. Это тоже может быть та, так сказать, находка, на которой мы должны сейчас операться. Поэтому точки приложения действия разные. Ведь это, с одной стороны, это проксимальные канальцы, здесь дистальные канальцы. Мы должны говорить о том-всем спектре воздействия этих препаратов. Поэтому дополнительный мочегонный эффект, как говорится, он, конечно, не основной, но, тем не менее, он имеет место, и мы говорили еще раз, что это в основном интерстициальное влияние, не внутри сосудистое, а именно внутри тканевое. Поэтому вот это преимущество, более-то, вот этот очаровательный признак того, что мы не будем иметь симпатическую активацию, не будем иметь учащение сердечного сокращения, это тоже то преимущество, которое мы должны использовать для лечения наших пациентов. То есть в целом вы бы сказали, да, можно, но с осторожностью? Да, можно, конечно, под контролем. Но нам, тем более, это очень много чего контролировать, вы знаете, о себе, Вадим Чедай. Поэтому здесь все время мы должны оглядываться, но надо лечить этих пациентов, надо двигаться вперед. Ну вот на прошлой сессии, я дополню, мы тоже коснули скользь эти вопросы, и Жанна Завинна солидарна с этим ответом, я правильно понимаю? Вот. Дело все в том, что из вашего доклада, по сути, вывод такой, что все представители ингибиторов натрия-глюкозных код-транспортеров обладают нефропротективным эффектом. Однако, если мы все-таки посмотрим на результаты по М, по РЭБ и по Канвасу, в первую очередь ответили те, у кого фильтрация была ниже 60, что в данном исследовании было скорее критерием исключения, абсолютным критерием исключения. И Деклея, с другой стороны, как раз и показал, что даже при фильтрации, скажем, клинически не выраженно значенно сниженной, мы получаем нефропротективный эффект. Вот как я задавал вопрос, Жанин Давид, не так задам и вам. Вы считаете, что это все-таки некий класс эффект, и все препараты одинаково нефропротективны? Или вот в данном случае все-таки, да, поглифлозин показывает на год больше всего наблюдения, всего на год больше, и уже, по сути, некую, если угодно не первичную, то, по крайней мере, более раннюю, на ранних стадиях профилактику развития различных вариантов почечной патологии, почечного повреждения? Класс эффект, несомненно, в плане нефропротекции. Здесь, без сомнений, никаких нет, вы видите, что это убедительно показано во всех трех исследованиях. Но, опять-таки, мы давайте вспомним, это различные популяции пациентов, да, если вы помните, там почти четверть пациентов имели уже, так скажем, узаконенную, так сказать, диагностированную хроническую болезнь, почек с достаточно выраженной клиникой и так далее. Здесь таких пациентов, в общем-то, и не должно было быть вовсе, там просочились какие-то жалкие проценты, но они не влияли на общую картину. Поэтому это разные группы пациентов. Поэтому вы видите, точка приложения получается на разных стадиях. И говоря о том, что, может быть, на эти вопросы бы ответили исследования, которые будут, вероятно, проводиться уже именно с позиции нефропротекции, у тех препаратов, которые работали у пациентов с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями и с имеющейся в четверти процентов случаев хроническую болезнь почек. На этот вопрос бы ответили эти исследования, когда мы начинали бы более рано лечить. Поэтому, я думаю, и класс-эффект, скорее всего, по ранней профилактике тоже может иметь место в данном случае. Для практического врача же очень важно. Если все спасают от ХСН, в том числе, еще и у нас есть первичная профилактика прогрессирования ХБП, тогда совершенно очевидно, что я завтра начну назначать. Если они все стоят на одной линейке, они одинаковы, то тогда мой выбор будет зависеть уже от каких-то других моментов, он будет более точечный и более адресный. Ну, я дополню то, что было тоже сказано. А теросклеротические, если речь, сосудистые заболевания, тоже не надо забывать про инфаркты, понимаете? Это тоже проблема. Ну, здесь есть еще конкуренты. Да, я понимаю, тогда надо просто шире все брать. Ну, и самое, так скажем, печальное, что мы не можем применить эти препараты у пациентов, имеющие, так скажем, продвинутую, несмотря на все непротективные эффекты, продвинутую стадию хронической болезни почек, вот это вот коварство, вот это, так скажем, та засада, которая нам мешает увеличить популяцию пациентов. И опять-таки с этих позиций мы, наверное, должны смотреть в сторону профилактики, ранней профилактики нефропротекции, то, чего у нас страдает больше всего. То есть, когда нам очень еще дешево лечить этих пациентов, и мы еще можем их вернуть, так скажем, стабильно, хорошей функцией почек и хорошему качеству жизни. Жанна Дэвидов, Вы хотели комментарий маленький? Очень маленький комментарий, очень интересный вопрос. Важаемые коллеги, в кардиологии сегодня переживает бум диуретик под названием диакар, ингибитор карбоксиангидраза. Так вот, Вам должна сказать, что его точка приложения, она абсолютно та же, где работают ингибиторы CGLT2, где реализуется 85% реабсорбции натрия. Поэтому, с точки зрения 85% пациентов, выписанных из стационара, с диагнозом компенсации сердечной недостаточности, мы выписываем с выраженным остаточным застоем. Так что, у нас другая проблема, что мы не доводим пациентов до эволемии, поэтому осторожность нужна, но скорее нужна активность. Спасибо. Согласна. Ну, наверное, все-таки вот еще маленькие, так скажем, негативные эффекты, которые мы имеем в плане почечной функции, об этом вопросе о генитальных инфекциях, передающихся неполовым путем. Ну, это, наверное, тема отдельного обсуждения, но просто я обратила внимание, что в исследовании ДЭКЛЕА вы видели, что не было такого большого уж количества пациентов, которые имели эти побочные эффекты. То есть речь шла о том, что очень хорошо подбирались пациенты, и очень хорошо отслеживалась вот эта именно возможность этих осложнений. Спасибо, Минара Шалхаловна. И давайте подводить итоги. Я считаю, мы очень хорошо поработали. Вот пришло даже, так кажется, вот такое письмо по интернету. Спасибо всем лекторам за интересные доклады, творческих успехов всем. Я сделаю две маленькие ремарки. Первое, мне нравится, когда кардиологи, выступая, говорят про кардиоринальный синдром, а нефрологи говорят о нефрокардиальном синдроме. В принципе, это интересно, такая, знаете, вот первая. Это первое. Вот, это первое. Второе, то, что мне понравилось, Александр Сергеевич, один слайд, когда он показал, что, в принципе, кардиологи говорят, что мы, конечно, должны заниматься выявлением сахарного диабета и, в общем-то, лечить уметь его, а эндокринологи говорят, вообще-то, конечно, надо посмотреть на ХСН, да, и, в принципе, выявлять ее шире, чем у нас она зафиксирована в наших регистрах. Я думаю, что мы на стыке поработаем над этим, потому что и там, и там есть где развернуться. И завершить хочу фразой, оттолкнувшись от высказывания Жанны Давидовны. Она сказала так очень красиво, образно, что праздник на улице ингибиторов НГЛТ-2. Я скажу, что праздник, наверное, на улице эндокринологии, по которой в передовой колонии идут представители ингибиторов НГЛТ-2. Поэтому мы счастливые люди же живем в это время. Всем удачи. Спасибо. Маленький перерыв.